Сегодня очень часто слышны заявления политиков по другой, очень острой проблеме в мире, о продовольственном кризисе. По цене зерно уже становится золотом, и далеко не все его могут купить. Причем миллиарды долларов на оружие легко находят. А на то, чтобы спасти от голода миллионы людей, прежде всего стариков и детей в бедных странах, денег нет и не предвидится. Кому-то снова надо разогреть серьезный конфликт. А может быть разработать операцию прикрытия того, что некоторые сильные мира всего творят в мире. На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнется эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала, свой газопровод, чтобы не поставлять газ Европе. И когда Европа начнет замерзать, начнут говорить людям там, в Европе, что это Россия виновата. Напомню, наша страна не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам не только продовольствия, но и минеральных удобрений, без которых продовольствия не бывает. Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада. Я недавно встречался с президентом России, мы долго обсуждали эту проблему. И в Белоруссии, и в России в этом году небывалый урожай. И, как мне сказал президент Путин, они готовы огромную массу зерна и пшениц, прежде всего, поставить на международный рынок. Открывайте порты, открывайте дверь, повезем вам продовольствие и зерно. Открывайте! Продолжение следует...